Сорвать нельзя оставить. Огнеборцы снимают часть кровли здания Народищева-24. На этих кадрах тушение пожара в центре города. Внизу заведение общепита, сверху квартиры. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит открытое горение кровли, и люди со второго этажа жилого дома просят о помощи. В незамедлительно пожарно-спасательные подразделения были развернуты механические и ручные пожарные лестницы. С помощью этого люди были эвакуированы. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров. Силы и средства были сосредоточены по повышенному рангу пожара номер 2. 20 единиц основной и специальной техники, 65 человек личного состава. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Утро следующего дня. После бессонной ночи местные жители наперебой рассказывают сотрудникам МЧС, как разворачивались события. Жилище на втором этаже теперь вряд ли удастся восстановить. Одни угли и сорванные решетки на окнах. При этом пострадали два человека. Мужчина получил ожоги, девушка – отравление продуктами горения. Жительница этого дома Наталья Фролова в тот вечер была в гостях. Теперь ее квартира и соседки Марии Котовой превратились в бассейн. Со всех потолков свисают пузыри, наполненные водой. Ремонт сделали полгода назад, но подобного развития событий ожидали уже много лет. Я подозревала. Вот мы живем на пороховой бочке. Ну нельзя столько это. Ну ладно, там сапогами торгуют, там цветами торгуют, еще чем торгуют. Но у нас здесь только еда, еда, еда. Там шаурма уже, дышать нечем. Одним словом, весь верхний – жилой этаж. Винит нижний – коммерческий. Соседи говорят, на самом деле, все разные. Они говорят, что тут есть женщина, которая немножко не в своей голове. Она тут много раз поджигала, и много кто думает, что это она. Кто-то думает, что это вот из магазина, который внизу стоял. Думает, что там, ну, курят работники. И они думают, что это работники могли как-то не справиться там с неправильным обращением с огнем. Так вот вчера, сегодня, вот то, что говорили, мы поэтому как-то так и думаем. Сейчас здание отключено от электроэнергии. У жителей и владельцев магазинов есть световой день, чтобы частично убрать последствия ночного пожара. Само здание, родящего 24, является объектом культурного наследия регионального значения под охраной государства. Правда, теперь его нужно защищать от приближающихся холодов. Вода в старых стенах может попросту не успеть высохнуть. Ну, а специалистам МЧС предстоит выяснить, что же послужило истинной причиной этого мокрого дела.